Ну что, вы, наверное, догадались, что я иду на пробежку. Впервые уже, наверное, за неделю сейчас буду бегать. Ну а бегу я, как всегда, в FoodPlanet для того, чтобы позавтракать. Так хочется есть, вы себе не представляете. Потому что вчера вечером я поел достаточно рано, всего лишь шаурму. Ну а сейчас уже утро, просыпаюсь с мыслью о завтраке. Good morning. И понимаю, что настало время пробежаться до любимого места. Включаю новый выпуск Дмитриева. Челураша. Лунушка, это ты? Привет, Луна. О, такая независимая собака. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я думаю, девочка лет 50. Вот. Так что видите, как это просто страх. Можно так ошибиться здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фух, ну все. Пять камеи есть. Вообще легко. Как-то сегодня получилось. Я думал, сделал перерыв. Будет сложнее, но нет. Вообще, изи, как говорят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, сегодня море такое кусучее. Кусучее, кусучее. Как в Таиланде, я помню. Мы приехали на Сурин. На Пхукете. И такое море было красивое. Голубая водичка. Ну, такая бирюзовая. Так классная. Заходишь туда, тебя жалят почем зря. Ну, здесь сегодня примерно так же. Ни почем зря, но... Не знаю, что это планктон или что. Не было же такого впервые. Прям даже как-то и купаться долго не стал. Вот он, рай на земле. Для меня то, что я буду потом вспоминать миллион раз, где-то находясь в Европе, с улыбкой и мечтать сюда вернуться. Потому что, ну, это прям мечта. Все время себе говорю, когда там засыпаю, ну, периодически. Говори себе так, почему ты не рассказываешь людям, ну, не Гришам, подписываться на Boosty все время на YouTube, как обычные блогеры все делают, да? Которые зазывают к себе подписываться на канал. Вот решил сейчас взять и еще раз вам напомнить, что можно подписаться на Telegram, во-первых. Мой Telegram легко найти, препод от Бога в поиске в Telegram. Потом можно подписаться на Boosty и стать спонсорами моего канала на YouTube. Это стоит 3 доллара всего лишь в месяц. Но это дает вам возможность смотреть мой сериал, ретроспективу. То, что с тобой происходило до того, как я попал в Испанию и, так сказать, сделал свой coming out. Сейчас я делаю видео, ну, делал видео про Пхи-Пхи. Ну, вот после Пхи-Пхи будет Бангкок. После Бангкока я уже как бы, ну, мы разойдемся в разные стороны с моей девушкой. Она полетит в Одессу. Я полечу дальше в Париж, ну, в Стамбул, потом в Париж. Ну, и потом начнутся мои хождения по мухам, по земному шару. И Канада, и Грузия, и Болгария, и Турция, Испания. Это все будет очень интересно, я уверен, для вас. Поэтому подписывайтесь. Внимание, это вот первый раз за год, больше, чем за год, я пишу в тетрадке своей любимой ручкой. Это прям так непривычно. У меня новая ученица, ее зовут Эвелина, не буду ее показывать. Потому что, ну, может, родители против, а может, Эвелина против. Но факт остается фактом. Наконец-то у меня не цифровые только занятия, а даже вот одно аналоговое. Вот так, чтобы понимали, вот эта вот тетрадка, это самая маленькая клеточка индийская. То есть, я не знаю, здесь в одной клеточке, по-моему, наши четыре клеточки помещаются. И надо было взять тетрадку в клеточку, но вот в Индии только такие. И это, конечно, не очень прикольно, не очень удобно. Так. Дальше мы взяли местоимение и глагол to be в разных временах. Правильно? Этой ручкой я пользуюсь уже 24 года. С первого дня, как я начал преподавать, я пользовался только этими ручками. Я уже рассказывал, они продаются только в одном месте, на снимом километре. Краун. Это были самые дешевые ручки гелевые в Одессе одно время. Потом Айяхо появились, но они такие галимые. Вот эти ручки классные и пилот еще классные ручки. Так, сейчас эта ручка, она стоила, типа, одну гривну тогда. Сейчас она стоит, я не помню, что-то под 50, что-то такое одна ручка. Но минимум 35. Вот такие вот дела. Наконец-то я снова этой ручкой имел возможность пописать. У меня новая ученица. И так забавно, что я снова могу порисовать в тетрадке. Не могу сказать, что эти уроки уж прям лучше, чем онлайн уроки. Потому что онлайн уроки, они дали мне возможность в итоге вот так вот путешествовать. И быть начальником для самого себя. Не зависит от дяди. Но иногда и так тоже прикольно позаниматься. Кстати, хорошая девочка. Умная. Вообще география моих учеников расширяется с каждым днем. У меня просто... Ну вот в последнее время ученики абсолютно с разных мест. Чуть ли не континентов. Странно. Часовых поясов. И это очень интересно. Очень необычно. И опять же, наверное, очень круто. Потому что теперь у меня ученики не только из Украины. И если даже так предположить, что Украина становится уязвимой в чем-то. Там рушится гривна в ноль, в хламину уходит. То у меня уже есть люди с других стран. И из Европы. И скажем так не только. Я могу преподавать и там. И где-то это какая-то страховка. Но с другой стороны. Да, если мы так подумаем. То... Вот... Не все коту масленица. Потому что все-таки с паспортом нужно что-то решать. Или оставаться здесь. В этом шикарном уголке. Под названием Индия. Или все-таки рулить куда-то. Честно, теряюсь. Теряюсь. Мне Сережа из Истамбула. Из Истамбула пишет. Что вот давай. Прилетай. У меня тут ребята. Все схвачено. За все заплачено. Они тебе будут делать паспорт. Без очереди. Но опять же все равно два месяца придется уже ждать. Я не знаю. Прыгать в самолет. Платить 300 баксов. Лететь через Истамбул. Когда у меня все здесь оплачено. Ну и непонятно что там. Как там. Пока не знаю. Поэтому буду сидеть на попе ровно. Наверное пока. И ждать. Может быть могу еще в Дели слетать. Там попытаться оформиться. Но тоже. Не хочется отдавать свой старый паспорт. Там что-то такое. Пункт есть. Типа. Что нужно доложить там свой паспорт. Да. Который будет менять. Как бы это не вариант. Показать. Да. Оставить свой паспорт. Конечно же нет. То есть тоже надо будет узнать. Про это. Ой. Ну. Такая вот ситуация. Место мне очень нравится. И всем очень нравится. Вот тоже ребята приехали. Родители. Ученицы. Прям вообще. Им зашло. Здесь очень спокойно. Тихо. Прохладно. Вид на море. Вообще не нарадуюсь. Вот. Как. Вот. А добра добра не ищут. Может суперских. Здесь можно было просто остаться и жить. Так. 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 Мне страшно от того как мне здесь нравится. Понимаете. но надо было и там пожить в индийской семье грубо говоря чтобы была возможность сравнить вы видите здесь тихо и здесь я могу днем находиться дома и не мучиться как у мистера питера в комнате сейчас бы там просто жара была я бы там ну не было бы нереально а здесь посмотрите как классно вот эти все тени от деревьев тишина надо отправлять открытки понимаете а я не знаю вроде поздновато 16 18 минут постараюсь сейчас отправить открытки но плюс еще вон корки арбузные и кровь бы неплохо было покормить успею я все или нет ладно возьму сейчас коров покормлю а завтра а завтра в зал или завтра можно покормить сегодня ну попытаюсь сейчас найти кровь почему просто я меньшуюсь что я не знаю сейчас есть там крови нет вот это вот сейчас искать но должны быть те которые на кокосе там я думаю что они должны быть они там вечерком выходят значит сейчас покормлю коров потом поеду за открытками куплю открытки отправлю открытки и потом в грантик но еще надо закат проводить видите сколько важных серьезных дел но круто весь здесь согласитесь здесь никто не знает что я блохер от парень который здесь благерит кроме меня он живет я так понял со мной на одном этаже но я не распространяюсь никто же не знает меня в лицо так что да и зачем конечно можно было просить скидку у хозяина говорить вот я вас буду рекламировать хозяина так прикольный оказался добряк 20000 вот это нормально за такую комнату так где коровы это самый страх мой понимаете был большой что их не будет ну вот видите кокосовых коров нет сейчас терять время искать их а хочешь накормить надо было все таки видимо завтра ладно сейчас я этот пакет повешу на мопед и буду с ним ездить как придурочный буду искать коров запихивать им в глотку арбуз коровы вы где ну хоть бычка какого-то или пуйвола куда это говорить о есть клиент ты мой хороший я тебя и искал иди сюда как вас там звать привет я тебе гостинцев привез ты уже унюхал да иди сюда давай только меня не съешь ну красава порадовал я тебя сегодня кто бы мог подумать да пошел ты искать какой-то пакет с мусором а тут такой тебе презент прилетел какого-то шива ты точно сегодня поверишь коровьего да так что ты выбрасываешь эти шкурки я не понимаю или тебе надо было их порезать помельче или у это зубов не что происходит а ну-ка ну вроде есть так одно доброе дело сделали сейчас надо второе делать открытки открытки я взял и проехал из-за того что тебя увидел вот я видите закрыто то место где продаются открытки аж подумал но если почта будет работать я здесь куплю и ручку возьму и подпишу not обрек я себя на мучения сейчас почта работает эти ребята не работают открыток здесь нигде не продается сейчас спрошу сколько них еще будут функционировать and how long you work until what time you work after what time you close так они тоже не работают ну может быть просто им так прохладнее я не знаю отлично значит не такой идиот как как и мог себе показаться завтра с утречка тогда отправлю открытки но да было странно если было четыре часа и здесь еще что-то работало государственное децл жив децл жив как оказалось так видите как он выехал с моего ряда напоминаю да напоминаю зрителям канала о том что я отправляю открытки всем тем кто задонатит пусть это будет хоть одна гривна хоть один рубль и хоть что-то там одно но я всем открываю отправляю открытки есть такое дело ой видите даже чекнул к правде здесь это недорого поэтому могу себе позволить такую роскошь на стриме можете делать донаты и я буду смотреть ваше сообщение когда отправляешь донат там можно прикрепить сообщение и в этом сообщении обязательно пишите свой адрес и не забывайте индекс и будет вам счастье видео открытки из индии очень прикольно я не знаю я с удовольствием бы получил открытку от какого-то там блогера которого я смотрю а даже здесь дело не в блогере а дело в марке и в самой открытке из жаркой индии там где плюс 32 пальмы индусы и вот это вот все ну прям сказка посмотрите чекен манчжуриан лимон сода ну и салат отчитываюсь перед вами то что не особо-то калорийно хотя конечно калорийно но менее скажем так пока на бобы я не хочу переходить на бобы она совсем такое нечто если бы надо было быстро это все делать быстро худеть то может быть да когда есть время для разгона я надеюсь что оно есть красиво посмотрите и солнце сегодня так падает классно вот как будто я где-то на черемушках в Одессе мне такое круто такое ощущение вот эти все длинные тени листва может просто после того как ты два месяца поживешь в одном месте ты уже начинаешь привыкать к нему более или менее и ощущать себя как дома не знаю ты кусака партия пацанов в одинаковых рубашках которые приехали в Гоа фотографируются будут друзьям рассказывать где-то там у себя в индийском городке как они лихо отдыхали возможно им повезет и с ними пофоткаются какие-то белые девушки возможно кому-то повезет еще больше и пофоткаются какие-то даже блондинки с ними естественно всех этих девушек они будут выдавать за своих любовниц за своих телочек хвастаться ну а здесь они просто просят сфотографироваться у девушек так это все работает интересно интересно ну что сказать такие реалии так здесь было всегда между прочим Егиня Лена рассказывала что вот когда после бани мы приехали я ее высадил она пошла гулять к морю одна так ее чуть здесь не изнасиловали представляете вот так бывает то есть какие-то пьяные индийцы может быть даже в таких рубашках начали ее за руку куда-то тащить и говорить секс-секс представляете это просто какая-то жесть хорошо что было много людей она говорит вокруг ну после заката было уже темно но она могла конечно Лена так сказать пройтись по нескольким главам Камасутры даже так знаете без желания своего личного хорошо что пронесло но оказывается не не все так просто здесь можно попасть переплет как вы поняли я здесь уже на закат приехал все то же самое Кришнаида я буду задаваться тем же самым вопросом как это если в тебя изобьют Кришнаиды может попробовать докопаться однажды и посмотреть как это может произойти по-настоящему видите парень нормально бежит красава подойти сейчас что-то предъявить агрессивно как-то докопаться и все и тогда смогу поделиться с вами эмоциями обстоятельства они не будут бить вот что бы ты там ни делал хоть на животе извертись а они нет извини сегодня здесь прям движ людей огромное количество ну и день сегодня классно такой комфортный температура сейчас очень комфортная кайфово честно скажу не знаю может что-то меняется сезон как-то меняется может придет немного прохлада или вечером просто прохладнее становится чел на ходулях я не знаю он уже походил не походил наверно походил потому что сейчас все уже осталось минут пять и солнышко канет в данном случае не в лету а воровийское море не ворот Всякие, видите, здесь люди есть. Прям совсем резноманитные, нестандартные. Первый эшелон качки и разные атлеты, а второй же такой эшелон любителей. Ну а третий жонглеры. Вчера последнее окончание видео, да, это шла девушка загадочная по пляжу, а я ее видел в Грантике до этого и обратил внимание на шикарную фигуру, просто там, я так смотрю, знаете, человек измученный нарзаном заходит в Грантик, я смотрю, мама дорогая, она выходит из Грантика, мне было еще хуже, сложнее на это смотреть. Вот мы друг другу там улыбнулись и в итоге вот на пляже я познакомился с ней. Я не знаю, майка за 40 долларов, это, конечно, для меня перебор. Катя на месте, но еще меня не видит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok